Ответим. Задние виды. Что по стому? Вообще есть нельзя. Ну правильно. Молоко можно есть? Можно. Кому? Старенький. Кефир можно есть? Можно. Кому? Человек раком болеет, ему ничего не идет. Вот. Пурицу можно есть, но кому вообще ничего не идет? Человек только после операции. Ну, ему бульон прописали, чтобы он вообще там не так мог. Но у него уже болезнь вместо попоста. Поэтому все потихонечку с рассуждением, так сказать, церковь разрешает, благословляет. Но даже больному человеку, даже больному человеку, есть людей нельзя. Кстати, интересно ставить сам Россий, говорил Лоптинский. У больного, больному человеку, больному человеку очень свойственна, очень свойственна раздражительность. То есть, какое-то оправдание у больного человека есть, так? Поэтому мы люди, которые не больные, ну, чуть-чуть больные, конечно, вот, на одно место. Вот. Но, а в принципе, что если вдруг там кто? Мама, папа, бабушка, дедушка, все. Это такие же дети. Вот она говорит, вот мама ничего не собажает, а ты когда у нее на руках это писалось и какалось, ты соображала, нет? А она тебе еще попу целовала и радовалась, что ребенок писает, какается, вот, так сказать, это, а она его целует. Почему? Потому что любовь есть. Мама сначала за тобой так делала, теперь ты так делай. Потому что она тоже ребенок. И не надо от нее требовать, так сказать, или ожидать какого-то адеквата, какого-то, твое дело, твое дело, свой жизненный долг пройти до конца. Почему? А потому что прямая зависимость, потом твои дети или твои ребенки точно так же будут относиться к тебе. Поэтому это круговорот в любви, круговорот в любви в природе, а может и не любви. А, еще, значит, относительно того, что круговорот. Кто-то из мудра, приди и сказал, то, что ты думаешь, то ты и чувствуешь. Что ты чувствуешь, то ты и излучаешь. Что ты излучаешь, то и получаешь. Думаешь плохо, плохо и чувствуешь. Плохо чувствуешь, плохое и излучаешь. А что получишь? Ну, естественно. Поэтому, поэтому. Что такое пост? Перемена ума, перемена ума. Прежде всего, сделать анализ. Что там будет? А самое главное, самое главное. Постараться избавиться от привычек. Каких? А самое главное, я думаю, что на сегодняшний день, 21 века и 2020 год, и молодые, и старые, и средние, и новенькие, и старенькие. Мы все должны обратить на это внимание. Десять дней назад лечу на самолете. Было одно, так сказать, дело одно было. Но, как вы все знаете, в самолете и в весельной лодке, когда еще подштармливают, приходят светлые мысли, философские. Я про себя думаю, интересно. А вот самолет сядет или не сядет, долетим и долетим. Тем более, когда человек входит в зону турбулентности, в зону турбулентности, никакой духовный человек, никакой духовный человек не может сказать, да ладно, там, так сказать, туда-сюда. То есть, одним, одним глазом, одним глазом псалтиф, а другим глазом на улице. Что там все-таки происходит? То есть, абсолютно отключиться, абсолютно отключиться в такую нирвану войти, духовно, нельзя. Поэтому всегда, так сказать, летая, но я, во всяком случае, летая в самолете, переживаю, ну, так сказать, взлет, самые ответственные моменты в самолете, это взлет и посадка. Потому что там идет автопилот, а вы не согласны, да? Не, ну, кто-то, я тоже не знаю, ну, так сказать, что сам... Самый опасный посадка. Не взлет, да? Самый опасный посадка. Вот, значит, тогда надо особо молиться перед посадкой. А обычно перед посадкой все расслабленные, думают, что все, уже вот оно осталось совсем чуть-чуть. Интересно рассказываю, я когда летал по делам храма, по делам храма летал, вы не поверите. Значит, полетели в Венецию. Полетели в Венецию, потому что Венеция, значит, самый огромный собор. Ну, ты сядь, чтобы не загоражил. Самый огромный собор в правоославном мире по Мозаичной площади. Собор называется Сан-Марко. А мы летели на ночном самолете. Я вот так вот задремал, так сказать, это, потому что я был 12 часов ночи. И вдруг, и вдруг, на меня смотрите. И вдруг, значит, я в полудреме, в полудреме смотрю, что вот эти огоньки боковые. Знаете, да? Боковые огоньки. Вот. И смотрю, ну как-то в полудремень, раз, а ничего не произошло. И только смотрю, огоньки начали удаляться. И что-то я тут проснулся, и соседям говорю, а что такое? Он говорит, а мы сами не знаем. Короче, короче. Значит, самолет. Значит, сел на посадочную полосу. Пробежался в 100 метров и обратно взлетел. Вот, и со мной был. Значит, и объявляет, этот пилот объявляет, значит, ничего не переживайте. Сейчас этот, мы развернемся, значит, развернемся. И сделаем еще, значит, мы сделаем приземление. Все такие набереглись там, пятый, десятый. Вот никто ничего не понимает. Ну, начали молиться, все. Благополучно сели. А когда сели, и когда уже все прошло, и когда перепрестились, спросили. Слушайте, а что было-то? А что было-то? Вагонетка с багажом выехала на полосу. То есть, ее проезжал. Увидел, значит, этот пилот. Увидел пилот. И пробежался, и опять это взлетело. Потому что, так сказать, на взлетной полосе было какое-то препятствие. Поэтому правильно вы сказали, что вот-вот отчасти фактор. На взлете, наверное, такого не бывает. А тут кто-то летит туда-сюда, там все, всего не рассчитаешь. Вот. Но мысль о чем? Мысль о том, что нам надо во время поста сделать ревизию своих мозгов и что-то Господу пообещать. Так вот, значит, меня в это время осеняет мысль. Когда думаешь о вечности, думаешь, так сказать, сядешь-не сядешь, сразу начинаешь каяться, обещать всего хорошего. И вдруг у меня проходит мысль. А кто такой этот? Мы читаем молитву «Отче наш, не просим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот кто такой лукавый? Где-то что-то, да, образ какого-то зла есть, какое-то физическое, метафизическое, духовное зло. Ну, оно, конечно, влияет на нашу жизнь. Но вот, вот, как это, кто он, чего он, так сказать, ну да, так сказать, злимся из-за него, значит, врем из-за него, тылим из-за него, блудствуем из-за него. Какое-то влияние, как старец, или не старец, в Макаринике сказал, ум наш духовен, ум наш духовен. Дьявол тоже дух. И он имеет доступ к нам посредством нашего ума. Имеет доступ к нам посредством нашего ума. Думаю, ну да, правильно. Думаю, а вот, ну а что же все-таки, что может таким вот злом быть и вдруг, и вдруг, и вдруг, и вдруг. У меня какое-то осенение, я не знаю, вы с этим согласитесь или нет. И вдруг мне четкая мысль. Лукавый – это айфон. Лукавый – это айфон. И мы молимся, избави нас от лукавого, потому что мы уже сами избавиться не можем. Во всяком случае, я. Молодежь, значит, сейчас статистика такая. Молодежь от 15 до 30 лет в среднем от 8 до 10 часов сидит за телефоном, читает, отправляет, переписывается. А дети от 5, если у него есть от 5 до 12 лет, готовы сидеть круглые сутки, если бы родители не отнимали, если бы родители не делали перерыва на обед и на еду. Он сутками готов, потому что мы взрослые люди, мы только мужики, конечно, в танчики играем. Знаешь, что такой танчик, нет? Я тоже не знаю, но вы же вообще там деньги за это платят. У него танк сначала, сначала Volkswagen, потом танк у него BMW, потом танк у него Mercedes. Он еще деньги за это платит, там какая-то коллективная война. Татанчики называются. Вот, и, значит, ну хорошо, избавиться не можем, но тогда мы перед этим молимся. Но не веди нас в искушение. Ну, чтобы хоть от этого лукавого, хоть вред какой-то поменьше был. А почему лукавый? А почему лукавый? Вот я сейчас, сейчас, перед вами каюсь, вчера разбирал архив, разбирал архив, обнаружилось, что у меня-то 10 лет в одном чемодане лежали старые фотографии. Вот, нашлись фотографии с Лавры, с Пострига, первые, первые, так сказать, трудовые субботники в Оптиной пустыне. Вот, первые насельники в Оптиной пустыне. Потом я это потихонечку опубликую. Где опубликую? Опять же, вы говорите, гаджет. Гаджет. Он что называется? Гаджет. Гаджеты. 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 Вот где? С одной стороны, с одной стороны. Вроде, так сказать, какое-то полезное место. Но в чем лукавый? Но все это лукавство. Я до часа ночи вчера разбирал, так сказать, это какое-то письмо, фотографии. Потом, мы съехали. Ну, надо вечернюю монету читать. Ну, надо. Значит, туда бы ходил, сюда бы ходил. Вы сами знаете, да? Как вечернюю монету поступать. Потом, ну, иди зуб почистить. Ну, пошел зуб почистить. Вот, ну, давайте. Потом сам все говорят, ну, кончай, все, давай, вставай, молись. Молись. И смотрю, телефон лежит. Думаю, ну. Так и тянет. Ну, я, я уже, это, это после самолета. Понимаете? После самолета. Ну, так, ну, что там, вот. Так, слушай, ну, что там, этот, Сирия, что там, в Сирии, там, пятьдесят. Слушайте, полчаса. Ну, надо еще иметь, вовсе, время по второму. Я сам себе говорю. Ну, Сергей, ну, вот после вот всей этой помойки, ну, какая молитва, так сказать. Перекрестился и спать лег. Вы меня простите все, так сказать. На меня руки положите. Как на козла отпущение, как на козла отпущение было. Потому что все клали руки на козла отпущение. Ну, потом почитаете, надо, надо читать. И Ветхий Завет ввели на этот великим постом. Вот что произошло? Вот я вам рассказал механизм, на собственном применении. А люди тратят по часу, по полтора. Я никакие, никакие эти, как бы, сериалы, сериалы, люди сериалы смотрят. Люди сериалы, фильмы смотрят, так сказать. Просто, кто-то, а тут девчонки, то есть мультфильмы смотрят. Какие девчонки? Ну, 35-40 лет. Правда? Мультфильмы смотрят. В храме работают. Подожди, ты что, не насмотрелся? Батюшка, разрядка. Какая разрядка? Вот в этом лукавство. Вот в этом и лукавство, что это какая-то разрядка. Какая-то... И смотрите, как он называется? Он называется Apple. Миллиарды людей, миллиарды людей, телефон имеет Apple. Меньше Samsung, только Samsung, это нормальные люди. А у меня вот Apple в кармане. Ева, когда рвала яблоко, было такое, так сказать, это... О нем такие мысли были. Оно красиво на вид, Приятно на вкус И дает знание И дает знание Приятно на вид Это не кнопочное Это целый телевизор Футбольные матчи Передачи Ютуб Сериалы Чего там только нет Приятно на вид Люди уже, так сказать, это уже Не могут носить Или бумажные Не воспринимаются Все, только через дню Приятно на вид Не знаю, как Относится Как с райским яблоком К чему тут вкус Приятно на вкус Ну, его, слава Богу, пока А слушайте, сколько скоро будет это? 11D 11D Будут запахи, наверное, уже транслироваться Запахи пищевые там, так сказать Такие природы там, цветочки Потом еще что-нибудь Если война, так запах войны будет, так сказать Ну, а потом, может быть, скоро начнет оттуда Что-то и выскакивает Вот такое, наверное Скоро выскакивает Но И дает знание Вот нам же все время интересно Что за новость Церковные, политические, экономические, так сказать Вот Что там интересно Дает знание На самом деле Аблан, какое знание Сегодняшняя новость Сегодняшняя новость Если сутки подождать Сутки подождать Она уже будет вчерашняя Вчерашняя новость Никому не интересна Вот тогда Подожди, только сутки И тебе это будет Нет Вот без конца А вдруг кто-то позвонил А вдруг кто-то написал Так, тут такая статья Тут такая статья Ой, над фотографией отправить Еще что-то такое В общем, короче Какая моя мысль Мысль моя такая Что дайте обещать Вот я думаю И вот эта мысль Расстаться с сенсорным телефоном В самолете Мне знаете Сколько преследовала Эта мысль Ровно 15 минут И я говорю Ну я не могу Совсем Я не могу На кнопочную перейти Вот все На нем завязано Вот в каком плену В длительном плену Находимся даже Мы духовные люди А отец Сергий Отец Сергий С подворью Мне сказал В прошлом году В прошлом году Он великим постом Пользовался только Только кнопочным Вот я думаю Что может быть Как-то подумать Так сказать Об этом Вот так что Сами себе Сами себе Режим пользования Режим новостя Режим новостя Определите Давайте Вот тут очень много людей Поднимите руки Кто с советского периода Ну Почти Значит слушайте Обнимательно Какие у нас были новости В 21.00 До полдесятого А полдесятого Начинался второй блок Первый был В 19.30 До 21 Потом была программа Время И потом еще Еще один фильм И в 11 часов В 11 часов Играл дим Советского Союза И на боковую Правильно? Ну вот Значит Государство Рассчитало Потому что там тоже был Режим труда и отдыха Они понимали Что рабочий класс Рабочий класс Должен Вовремя лечь И вовремя Встать И должна у него Быть дозированная Информация Но если Но если тогда В те времена Объединились Что за полчаса За полчаса Можно все Международную Обстановку Объяснить Советскую Обстановку Объяснить Брежневу Объяснить Такая Уважаемая Режим труда и отдыха Режим труда и отдыха Режим труда и отдыха Всякие То есть полчаса Понимаете Слушайте А нельзя Обработать мозги Может полчаса Недостаточно А она посчитает Достаточно Достаточно Чтобы знали И в курсе были И это Слушайте Ну тогда давайте Этим руководствоваться В смысле Отсвещение Какое вам дать Лимит Сидение в новостях Ну вот полчаса Полчаса Айнат Бутильник ставит Если кто не может Расстаться Хотя бы должно Это быть лимитировано И вот это и будет На самом деле На самом деле Настоящий пост Потому что Выслабиться Время Время Выслабиться Время Для чего Вот тогда будет Желание в руки Взять книжку В руки взять Евангелие В руки взять Псалтель В руки взять Молитвослов И вот тогда будет Тогда это будет Движение души Тогда это будет На самом деле Работа души Потому что Если мы просто Переменим диету Переменим диету Ну это как бы ни о чем, просто мы поменяли стол. Но мы должны поменять мозги, поменять душу. Кстати, захожу на один сайт, написано клиника Кивач, но кто там, вы поинтересуетесь, в Карелии люди, там разные оздоровительные системы работают. Одна из них, одна из них, оздоровительная система, называется медицинское голодание. Медицинское голодание, то есть, ну там, подкатолим, там, баня, массаж, там, сауна, там, промывки кишок, так сказать, ну как бы параллельно. Всякие там отвары, чтобы там шлаки выходили, пятое-десятое. Пребывание в клинике, это сутки, самые маленькие пребывания в клинике, это на медицинском голодании, то есть, чем не кормят. 12 тысяч рублей в день. Друзья, теперь на компьютере, на компьютере, посчитайте, сколько денег мы сэкономили. А у нас бесплатное голодание, не только под контролем врачей, но еще под контролем батюшек. Так что у нас пост, что нам предлагает, бесплатное, бесплатное, но не голодание, но очищение, вот так сказать, еще с огромной экономией денег, если бы мы это захотели в каком-то более-менее профессиональном вопросе. Поэтому даже Господь, видите, нам дает, так сказать, и такие возможности, даже даже физические. Поэтому, поэтому, обращаем внимание, обращаем внимание, что физический пост, он нужен, необходим, чрезвычайно важен, но нельзя останавливаться только на нем. Уклонись от зла и сотови блага. А какое благо? Больше сделать времени молитвенного правила, больше времени сделать чтение Евангелия. Отцов, если раньше читали одну страницу из отцов, читайте две. Если читали одну главу Евангелия, старайтесь читать тогда утром и вечером. Если утренние молитвы не читали, читайте. Если читали половину, теперь не половину, а больше. Если вечерние молитвы читали, ну к ним тогда прибавьте хотя бы еще 30 Иисусов молитв. Кто это читал, ну еще 30 прибавь. То есть, сейчас время, время отведенное для души, должно быть больше времени, посвященное душе. Как вы знаете, значит, человек, который находится, вот все люди едут, ну патриоты едут в Крым. Вот кто-то едет в Грецию, кто-то едет в Кипр. И теперь категорически поняли, да, все наши соотечественники, которые ездили в Анталию, а их было, доходило в нехорошие времена до трех миллионов людей, что они делали? Они кормили врагов. Те, кто ездили в Турции, кормили врагов. Враги чем брали? Инклюзив. Все включено. А там, так сказать, это, берут салат, не доели, смешивают, добавляют уксус, добавляют майонез и еще раз на стол ставят. Вот, берут самые дешевые продукты. Вот это инклюзив, так сказать, это, это все, так сказать, это только людей подсаживают. Вот, вроде все там включено. На самом деле, у тебя же не два желудка. Ну раз нажался, два нажался, а потом, ну все, понемножку будешь брать и все. Ничего они особо там на это не дают. Так вот, люди едут, надо отдохнуть, поймать витамин Д. Поймать витамин Д, чтобы не было морщин на лице. Так, витамин Д вырабатывается под воздействием ультрафиолета. Все это вы знаете, да? Ну вы знаете, но ничего не понимаете. Так же, как и я. Что такое ультрафиолет, мы там догадываемся. Что такое витамин Д, вообще ничего не соображаем. Но нам бы об этом сказали. Что вот так и так. Мы в это верим, правильно? Но ничего не понимаете. Так вот. И люди на солнце, когда приезжают, так сказать, в Крым, стараются как можно больше, так сказать, проводить на солнце. Но женщины знают, мужчины, так сказать, догадываются, что это, так сказать, немножко, так сказать, опасно для раковой обстановки. Потому что надо только до 11 часов и после 16 часов. Но я уже рассказываю вам эти режимы в отдыхах. Хотя нам до отдыха, когда эйфелевый башня. Но к чему я гнул? Когда душа находится под воздействием солнца, под воздействием церковной молитвы, под воздействием молитвослова, Иисусовой молитвы вырабатывается тоже гормон. Ведь вырабатывается тоже витамин. Какой витамин? Бессмертие. Витамин бессмертие. Чем больше мы в храме, мы можем тоже чего-то не понимать. Ты понимаешь, как солнце действует? Не понимаю. Ты понимаешь, что такое витамин? Не понимаю. Но ты жаришься, ну да. И считаешь, что чем больше, тем лучше. Ну конечно, чем больше, тем лучше. Так вот, то же самое. Ну и в храме. Чем больше, тем лучше. Потому что идет воздействие на душу чего? Всего духовного. И богослужение, и ладан, и проповедь, и иконы. Все это пропитывает, пропитывает нашу душу, осоляет нашу душу и делает ее созвучной, созвучной. Небесному царству делает душу, привыкает ее быть, настроиться на лад, на лад, без смертелья. Потому что там компьютеров не будет, машин не будет, стиральных машин не будет, плуков не будет. Там только будет аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Есть у нас в церкви восемь глаз, восемь разных мелодий, которые чередуются каждую неделю. И они чередуются каждые два месяца. Потому что повторяется мелодия, они называются глазами. А там будет один миллион двести пятьдесят восемь глазов. Кому будет мало, тому умножится. Кто это пройдет, тому умножится. Поэтому, поэтому мы сейчас сразу к этому привыкаем, как святитель Василий Великий говорит. Давайте сейчас сразу делать то, давайте сейчас сразу делать то, что за нами пойдет вечность. Что за нами пойдет вечность. Эбл за нами вечности пойдет. Новости за нами вечности не пойдут, сериалы за нами вечности не пойдут. Это не в пустую потраченное время. В пустую потраченное время, это когда люди посмотрели балет или футбол посмотрели, так сказать. Но это, так сказать, они как бы никакого отношения к страстям не имеют. Потому что мы именно на стадионе находимся, не орем там пятое-десятое. Но когда человек уже смотрит фильм со страстями, эти страсти переходят на него. Редко, когда мы видим какую-то литературную экранизацию, когда какой-то герой, положительные моменты, подвиг какой-то, самоотверженный какая-то. Любовь, человек отдал почку, так сказать, она не прижилась. Я такие случаи знаю, мама отдала почку дочке, мама отдала почку дочке, а почка все равно не прижилась. Ее подстрелили монахине в 20 лет, а в 22 года подстрелили все монахинь, в 22 года. И она жива, жива до сих пор на Украине, знает Андрей, как ее зовут, с химонахиней. Потому что, а вот для чего это надо было? Мать отдала, она, так сказать, перед Богом герой, а почка не прижилась. А это тоже зачем-то надо. А она через это стала схимницей в 22 года. То есть особый духовный чин. То есть все тайно, но только это тайно для наших человеческих мозгов. Но для Бога все это явно, потому что все это делается ради спасения человеческой души. И поэтому Василий Великий говорит, мы с вами не тело убийцы, а страста убийцы. Что то, что ты, так сказать, постишься, постишься. А постишься, надо поститься так, надо поститься так. Василий Великий говорит, если бы Бог создал нас еле дышащими и на одре дышащими, еле дышащими и на одре лежащими, то хорошо делают те, кто доводят постом себя до физической немощи. Но Бог создал нас сильными, но Бог создал нас сильными с обязанностью творить добрые дела. То есть надо есть столько, надо есть столько, чтобы у тебя было желание и силы куда-то поехать, кому-то помочь, навестить, что-то по дому сделать. А то ест, 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 что-то стирать неохота, убираться неохота, в магазине неохота, на работу неохота. И вот он спрашивает, а какая у вас аллергия? У меня аллергия на работу, на работу, на работу неохота, так сказать, это. Вот, и все, так сказать, поэтому кому надо пол ведерка щей, ешьте пол ведерка щей. Кому надо пол тазика картошки жареной, есть, ешьте пол тазика картошки жареной. Лишь бы были силы, вот и правильно И были улыбки и настроения Потому что сейчас начнется пост Все начнут, особенно первую неделю Все черные платки одели, ходят такие смурные Настроения нету, белковой пищи лишились Яиц нету, кефира нету, маха нету, просто кваши нету Ужас какой-то Слушайте, возьмите для примера быка, корову и баран Мы не знаем ни жирафа, ни буйвола, ни ослама их, так сказать, не видим Но корову все знают, что корова существовала А сейчас уже сухое молоко, с Китая Вот, корова, буйвол и, ну буйвол мы не видели, бык И баран тоже у нас не водится Вот, едят что? Зеленую траву Едят зеленую траву А из нее течет белое молочко С высоким содержанием чего? Кальция, жира и белка Ну корова получает белок из жира, из чего? Из травы И мы получим устраду Сада, вот зелень мушать Это, смотришь, и ты так Салат, салат, превратись В молочко В молочко Ну это тайно Тайно, но вот так происходит Вот так и мы, так сказать Все, все для организма Господь все даст Потому что здоровье не от сосисок, не от яиц, не от котлет Это здоровье от Бога Но его, так сказать, разумно поддерживать надо И святитель Василий говорит Мы не телоубийцы, мы страстноубийцы Мы не телоубийцы, мы страстноубийцы Дай телу твоему по силе его Дай телу твоему по силе его Я приезжала одна монахиня Вот это На прощенном воскресенье попрощаться Вот, сидим, значит, это после службы Вот, значит, положили и три блинчика И ей три блинчика Я свой А это уже было после службы Все повара ушли Вот там, значит, ну что осталось Недоеденное Все батюшкам дают, что недоеден Вот И, значит, ей три блинчика, ей три блинчика Я, значит, я свои три блинчики Их нету Смотрю, она один блинчик съела А два отставила Говорит, мальчик, так это вы блинчик-то Ешьте, ешьте Она говорит Она там что-то тут поклевала Блинчик съела Я говорит, наелась Я говорю А тогда я, может, это доел Она говорит, пожалуйста, пожалуйста Короче Она один блинчик А я пять Знаешь, сколько вешал? Ужас 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 Подстольный 97 килограмм Тут ушу такую прокормили Вот И я, значит, это Как его, бац Этот, как его И блинчик сел Дай телу Дай телу твоему По силе его Вот у нее такая сила Единого блинчика хватит А кому-то пять, так сказать Дай телу по силе его Все остальное Внимание обрати На внутреннего человека Разгражаешься Гневаешься Молишься Чем мозги твои забиты Чем мозги твои забиты И великим постом Мало, так сказать Такой алгоритм Уклонись от зла И сотвори благо Уклонись от зла И сотвори благо Мало сказать Я этого ничего не делал Телевизор не смотрю Вот, так сказать Воровать меньше стало Вот Ругаться, раздражаться Меньше стало Орать Меньше стал Вот Курить меньше стал Пить пиво Меньше стал Вот На диване лежать Нет Но это исключено Меньше Для этого жена есть Чтобы у меня диван был Вот Ну и прочее Друзья И этого должно Прибавиться То есть Должна быть Прибавлена Какая-то внутренняя работа И какая-то должна быть цель Каждый себе должен Пообещать И Опилить плак За пост За пост Прочитаю всех Четырех евангелистов Кому это не сложно За пост Прочитаю Четырех евангелистов И апостольские послания За пост Прочитаю Одну книгу Кого? Значит Вот я вам всем рекомендую Шеститомник Шеститомник Старца Паисия Афонского Любой его тон Там том О семейной жизни О молитве О страстях Добродетеля То есть Ну хотя бы за пост Один том Значит Там Тридцать В среднем Тридцать страниц Если будем читать По три страницы в день То что получится? Мало Мало, да? Сто дней тогда А если Десять страниц в день То за тридцать дней Вот как раз Вот за тридцать дней Так сказать Это можно Ну что-то Десять страниц Считаются Двадцать минут Десять страниц Считается Сейчас телевизор Не посмотрел Мы бы Кстати я считаю Биографию Достоевского Читаю Биографию Достоевского Он говорит После ужина То есть на ужин Мы собирались Семьи Ужин был где-то Около семи часов Значит Мы собирались На ужин Ужин Ужинали И потом Родители нам И потом Родители нам Целый час Читали Книгу Потом Когда мы Выросли Стали читать Старшие дети Представляете? Целый Каждый день Каждый день Каждый день И из-за дня В день Час Час То есть Получается Книжки Глотались И причем Не надо было Делителю специально Время находить Оно было Узаконено Не установлено Вот собиралась Вся семья Семья уже Собралась На ужин Он не был Ограничен На ужин То есть Ну когда он То есть Ну говорили Но когда он Заканчивался Там регламента Не было А вот Час Был посвящен Литературе Вот Вот откуда Вот откуда Федор Михайлович Достоевский Раньше Люди знали Сейчас Люди знают Что-нибудь Что-нибудь О чем-нибудь Что-нибудь О чем-нибудь Раньше Люди знали Все Оглавное Все Оглавное Сейчас Верхушки Все Оглавное То есть В суть Могли Так сказать Проникнуть А сейчас Это поверхность Поэтому Тоже себе Чрезвычайно Греки говорят На Афоне Чрезвычайно Важен Режим Чрезвычайно Важен Режим Вот я сейчас Удивляюсь На школьников Я открыл Здесь недавно Открыл Учебник Пятого Класса Учебник Пятого Класса Не помню Ну по-моему Пусть будет По-эстонике Я его Листаю Листаю И один Урок Один Урок От шести От шести До восьми Страниц Ну может Мне же люди Поправят От шести До восьми страниц Когда мы с вами учились Мы с вами учились Полторы страницы Две страницы Ну две с половиной И крупный шерифт был Текстом Ну какая суть Ну вот Суть Ты ее Вот писали Без воды А сейчас Я листаю Слушайте Вот я ничего не могу понять Думаю Ну как это сказать Двумя словами Я не знаю Как сказать Двумя словами А наши учебники Были Как сказать Двумя словами И поэтому Поэтому На НАТО Так сказать Это Из-за чего Люди были Они этим Занимались Вникали Поэтому Чрезвычайно Важный режим Как в школе Хочешь Не хочешь В девять часов Не В восемь-тридцать Не В восемь-тридцать Начинается занятие Одно Другое Треть Там некогда Так сказать Вот у нас сейчас Какое-то есть время Но тем более Многие пенсионеры Не знают Чем время занять Чем время занять Туда-сюда Вроде бац Обед Туда-сюда Бац Это как ужин Туда-сюда Бац Весна Туда-сюда Бац Это как Хованское кладбище Вот Поэтому Но надо Как-то Так сказать Повнимательнее Так сказать Чтобы не так Это все было Быстро И бездарно Прожито Поэтому Поэтому Установите себе Так сказать Режим С этого времени Что-то по дому И еще Когда я был в затворе Значит Делил время Вот так На меня смотрите Делил время так 15 минут Работа по дому Там готов Значит И то И то И то Во второй половине дня Во второй половине дня Магазин Это готовка Это стирка Сберкасса Значит Это посещение Кого? Ну Парихватерской Косметолога Это после обеда То есть Все дела После обеда А первой половине Она так сказать 15 минут По дому 15 минут Книжечка 15 минут Священное Писание И 15 минут Молитвы Всего понемножку Ты работаешь Но ты не увлечешься Так ну все Сделай Что-то на свет Сделай Так А что это Ну 15 минут Можешь Ну могу Вот 15 минут Так А тебе что Ну это Писание 15 минут Одна глава Библии Одна глава И в апостольском Послании Одна глава Евангелия Вот тебе 15 минут И Кофейзм Калия Кофейзм Это Тоже 15 минут А потом опять Что-то подумаешь У вас Время будет лететь Вам не нужно будет Ни телевизор Ни звонков Ничего Вам времени будет не хватать И вы все будете успевать И по дому Во-первых Вы все это будете делать быстро Я вам как-нибудь покажу Как Ну меня просили Но как-нибудь я на это решусь В одной семье Я приготовил обед Из двух блюд Из двух блюд И все это приготовил На 12 человек За полчаса С чистой Видеофакты есть Записки Есть записи Как я готов И люди сказали Сколько времени Все сказали Сколько времени То есть надо все уметь делать быстро Особенно по дому Но нельзя дома Сидеть Катушка Нет Мало то что А когда работаете Когда работаете Вот тогда еще можно и слушать Когда суп там Когда готов Еще можно и слушать Но когда Когда Акафис читаешь Тогда уже никакая Никакую книжку уже слушать Это нельзя То есть во время работы Молиться можно А во время молитвы Работать нельзя Человек читает Тут и не молитвы И варит кашу И думает Что он читает Или слушает Тут и не молитвы Это неправильно Это неправильно Когда ты утреннюю молитву Прочитала И надо готовить обед И во время обеда Ты включаешь Акафис Или псалтин Вот это похвально Вот это похвально Но когда Во время молитвы Вы начинаете То время Которое персонально Отведено молитвой Вы продолжаете работать Или столько-сот Вот это неправильно Понятно Вот это неправильно Все дробите Мало того Мало того Святые отцы советуют Чтобы на столе На столе Книжка лежала В открытом виде Чтобы книжка Лежала В открытом виде И Евангелие И вот Например Завершили старцы поэзии Читатели Абу Дорофии Или бископ Агнатий Или бископ Феофан Или старцы Силуан Я там называю Этот Первый-четвертый класс Подготовительные Духовная литература Они должны быть открыты Почему? Нам открыть даже тяжело Открыть даже тяжело Они должны лежать В открытом виде Потому что в открытом виде Они Они Производят излучение В открытом виде Они производят излучение Как телефон Или этот Будильник Ты ходишь 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 Будешь Книжка открыта А лукавая не дает Ну давай Вот тут Разбернуть Тут Давай Можешь почитать Ну да Давай еще тут Надо разобрать Так Ну давай почитать Так надо Тоне позвонить Надо Семь позвонить Надо бабушки Дедушки То есть какие-то Вот вы сами Но если про себя Говорим Я же вам про телефон Сказал Я уже встаю На лечение монет А один глаз На телефон Смотрит Но это же Искушение Которое испытывают Все Поэтому надо Себя Поранировать Режим Хочу Не хочу В 9 часов Лечение монет Хочу Не хочу В 12 часов У меня Так сказать Духовный блок Хочу Не хочу В 3 часа Мне то-то-то Вы сами Себе Реально Реально Напишите Так сказать Моменты Которые Которые Надо сами Потом И Соблюдать Кстати Знаете Что это было Сейчас Что это было Это было Вступление Это было Вступление Я Ждал Ждал Вопросов Оказывается Уже Прошло 45 минут То есть Прошел уже Школьный Урок У вас Осталось Время 15 минут Ответить На ваши Вопросы Если они Есть Если Их нет То Стартуем Дальше Что Практически Какие Дверь на улицу Закрыть Тут ветер дует А Дверь Сережа Закрой Дверь на улицу А то мы еще Поститься не начали Нас уже Сдувает Уже Сдувает Как часто В пост Можно посещать Паломнические Поездки Если есть Настояние Кстати Кстати Я заметил Заметил В паломнических Поездках Паломнических Поездках Поездках Обязательно Обязательно Что-то Случается Пусть даже Маленькое Пусть даже Маленькое Когда он говорит Я здесь Ну как Мы Совпадение Случайности Слушайте Значит Совпадение Случайности Это псевдоним Бога Я Вчера Архив Разбирал Вчера Значит Есть такая Фотография Я вот так Сумку Барсетку Показываю Ян по пути На фоне С одного Монастыря В другой Монастырь Оставляю Барсетку На корабле Оставляю Барсетку На корабле Вот Значит Там тысячи Паломников И там Этих корабликов Ну штук Десять Я его Хватился Только Монастырь Был в отопед Хватился Сушить Вот я не помню Был там паспорт Или нет Но то что там Это То что кошелек Был там Про паспорт Не помню Может в кармане Было Значит И вдруг Мне спустят Спустят Суши А где Барсетка Нет Там не Барсетка Была Там Из-под Камеры Был Кейс Вот И значит Соседний автобус Приезжают Приезжают Паломники В этот же Монастырь А их там Двадцать Монастырь И значит Говорят Суши Вот тут Кто-то На корабле Чего-то Там Оставил Я Одним ухом Это слышу Что кто-то Чего-то Там Оставил Подхожу А я говорю Это мое Смотрит Да Я говорю Да А он Такой А что там Внутри Я говорю Вот такой Кошель И такой Белок Он открывает Такой Кошель Такой Белок Вы можете Представить Двадцать Монастырей Кто-то Паломник Взял Должен Был Кому Скажет Если Вдруг Кто-то Будет Спрашивать Вот Вы Там Сообщите Но Это Было Невероятно Что Где-то Кто-то Будет Спрашивать То есть Пропадает Вещь Поэтому Паломнические Поездки Они Вдохновляют Упревляют Если Все Все Надо Потому что Там Кстати Розеток Нет Там Быстро Разъезжаются Айфоны Вот Долгий Переезд Так Сюда Вот Это Отрыв Отрыв От Телевизора Компьютера Это Болезно Что Делать Если Ты Желаешь Причаститься А тебе Нечего Сказать На Историю Сыщения Как Нечего Скажи Скажи Батюшка Желаю Спасения Вам Здравия Укрепения Сил душевных И телесных Благодарю За Ваши Светые Молитвы Что Стал Меньше Ругаться Разражаться Драться Плеваться Ругаться Ну Хоть Это Скажи Что Значит Нечего Священнику Сказать Дело В том Что Вайпимин Великий Говорил Если До тех Пор Пока Человек Не Увидит Не Увидит Свои Грехи Как Песок Морской Это Говорит О том Что Он На Неправильном Духовном Пути Потому Что Если Сейчас Выключить Свет Вот Сейчас Сидит Молодой Человек Я Так Сказ Вижу Его Начинающейся Лысину Если Сейчас Свет Потушить Он Будет Как Будто Ничего Нет Если Сейчас Попала Была Хорошая Погода И Здесь Был Луч Свет Что Мы Луч Свет Увидели Дома Замечали Такие Мы Все Хорошие Хозяйки Такие Приходит Весна Это Цена На Как Называется На Шифонер Или Как Да На Шкаф Вдруг Нет Трема 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 Падает Ничего Ничего Себе А я Каждый В субботу Парк Хозяйственный День По субботу Убираемся И вдруг Такое Значит Чем Больше К свету Тем Больше Виднее Чем Дальше От света Тем Ничего Не Виднее И Поэтому Видение Или Невидение Грехов Свидетельствует О том Что На Каком Духовном Пути Мы Находимся Или В сторону Света Или В сторону Идем Тьмы Иллюзии Иллюзии Что Мы В храме Пятый Поэтому У нас Меньше Должно Быть Духов Пятый Десятый Это Просто Чрезвычайная Невнимательность Мы Привязываем Привязываем И Мешок 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 Умоляет Умоляет Наши Грехи Малые Наши Грехи Чтобы Через Это Довести Нас До Больших Дьявол В наши Глаза Умоляет Наши Грехи Да подумаешь Да подумаешь Да подумаешь Вот я все Время Говорит Самое Страшное В Духовной Жизни Это Начать Говорить Ничего Страшного Ничего Страшного В писании Читаем Такие слова Псалти Рече Безумен В сердце Своем Рече Безумен В сердце Своем Не Взыщет Рече В сердце Не Взыщет Кто Не Взыщет Не Взыщет Безумен Как Не Взыщет Поэтому Так сказать Это Он Степень Своей Никогда Сердце Сокрушенно И смиренно Бог Не Не Уничижи Кто Сказал Если Человек Пошел Путем Самооправдания Он Пошел Путем Погибели Самооправдания Даже В семейной Жизни Вы же знаете Покаянную Голову Покаянную Голову Меч Не Сечет Что Это Не Я Покаянную Голову Меч Не Сечет Поэтому Так сказать Даже Ты Сделал Не Сделал Ну Там Жена Наехала Ну И чего Ты Ну Ты Не Делал Ну Ну Скандалить Надо Да Нет Ну Скажи Ну Дай Я Она Посмотрит Скажет Да Это Не Ты Это Я Ну И Стоит Она А то Начал Продаться Да Ты Сама Такая Пятая Десятая Как Одного Вы Слушайте Один Говорит Я Когда Напьюсь Я Когда Напьюсь Мне Вообще Никто Не Страшен Да И Чего Даже Жена Да Нет До Такой Степени Я Еще Не Напивался Ну Да Вот Этот Вопрос Конечно Он Хотя И к Посту Не Относится Хотя И Относится В Сирии Все Хуже Хуже Будет Ли Война Дело В том Что Мы Знаем Как Мне Кажется Что Мы Знаем Десятую Часть Мы Знаем Десятую Часть Но Ты Если Так Мозгами Прикинешь Мозгами Прикинешь Когда Мы Читали Старца Паисия И Там Говорилось Турция Будет Воевать С Россией Русские Возьмут Константинополь А Нам Грекам Будет Лучше Потому Что Они Его Нам Отдадут Я По себе Думаю О Какие Хитрые Я Хоть Уважаю И Люблю Старца Паисия И Еще Есть Такое Предсказание Что Будет Крест На Святой Софии А Святая Стамбул Константинополь А что Такое Константинополь Святыня Православного Мира Я Там Один Раз Это Был Но Война Не Нужна Война Не Нужна Война Никому Не Нужна Но Кто Убежит Поэтому Великим Постом И Надо Усилить Молитву Потому Что Не Дай Бог Потому Что Всем Только И Надо Чтобы Не Существовала Крепкая Православная Христианская Россия Во всяком Случае В отдельно Взятом Районе В каком Яснево Вот У нас Яснево Если Взять Срез То У нас Православная Россия Почему Значит Раньше Петра и Павла Было Наполовину Прошло Несколько Лет Петра и Павла Стало Полной Потом Возникла Идея Людям Некуда Деваться Возник Покровский Покровский Был Наполовину Потом Была Одна Только Литургия В Нижнем Это Храм Потом Две Ранние Поздние Полные Потом Храм Отца Димитрия Опять Полный Отпочковался Отец А Сейчас Я у него Был Храм Ермогенов Чертанов Это тоже Считается Юго-Запад Нокров Сегодня Был тоже Храм Битком Народа Отец Евгений Храм Святого Василия Смирнова Тоже Полный О чем Говорит У нас Храм Не закрывается У нас Храм Только Унажается Поэтому Хорошего Провоснов Людей Все больше А мы С вами Россияне Значит Россия Если судить По нам Тоже Вроде Как Православный Где-то Там Что-то Закрывается Но Как-то Не верится В это Поэтому Мы Все-таки На Божьем Пути Надеюсь Находимся А это Все Дьяволу Православная Кристианская Жизнь Противная Путин Сказал Пока Я Президент Пока Президент Не будет Никаких Родителей Один Родителей Два Пока Я президент У ребенка Будет Мама И папа Это Это что такое Это нормальный Нормальный Христианский Даже не христианский А просто Человеческий Взгляд на жизнь У нас Президент Человеческий А там Так сами Знаете Не будем даваться Политику Опять это интернет Опять Макрона взять На Макрона взять На ком женился На учительнице Разница Двадцать лет Ну что это жизнь И человек управляет Человек управляет Страной Я ничего Не идеализирую Но если Из них выбирать То Путин Кто у нас Нормальный Хотя бы Человек Не говорят Про всякие Нюансы Но что там Поэтому все это Дьявол против Можно ли А ну Нет Можно ли Подружески Обниматься С мальчиками Мне тринадцать лет Можно Вот так Помните У нас Когда мы с вами Были молодые Вот Люди Советского времени Существовало Такие танцы Они назывались На пионерском расстоянии Вот так Как со столбом На вытянуты руки Ну вот так Можно Так сказать Как Время Наши мысли Стопить Вот Совершенно Что сейчас В двенадцать лет И в десять Знают Так сказать Люди И тогда Вообще Ничего не знали Вот Вот это Тоже какое-то Мне кажется Тоже какое-то Свидетельство Какого-то Уже запредельного Времени Какого-то Потому что Когда Черное Это белое Белое Это черное Так сказать Это девочка Которая остается Девочка На нее все пальцем Крутят Так сказать А ты что еще не знаешь Да не знаю Так сказать Все Называлась Значит Женщина Девушка Которая выходила Замуж Она называлась Невеста От глагола От глагола Ведать То есть Знать Она Невеста Она Она не ведает То есть Она Не знает Что такое Близкие Интимные Отношения Она не знает Она Невеста Ты верь Как есть Это Я Первого сентября Первого сентября Читаю Канон Андрея Андрея Статилата И там Потрясающе Читаю слова Аще Вся Веси Бога Жене Веси Нечисо Веси Если Все Знаешь Бога Не Знаешь Ничего Не Знаешь На церковно-сентянском языке Знать Ведать Веси Как помните Господи Господи Ты вся Веси Ты Веси Я Люблю Тебя Господи Ты Знаешь Веси Значит Знать Невеста Она Не Знает А сейчас Она Еще Объяснит Так сказать Это Полкласса Еще Объяснит Это ужас Конечно Одна Встает Такая Я был В школе Одна Встает Ну это Наверное Десятый Класс Был А мы Хотим Все Узнать Мы Хотим Все Не Нет Мы Хотим Все Попробовать Мы Хотим Все Попробовать Я Враг Я Враг Я Не Даю Попробовать Я Против Того Чтобы Попробовали А Я Говорю А Надо Было Попробовать Остаться Девочкой До Брака А Надо Было Попробовать Не Попробовать Мата, курева, наркотиков, секса Надо было попробовать, не попробовать И остаться самим собой И потихонечку это как усело Ты же все попробовала? Там дырку сделала, там дырку сделала Тут дырку, тут в башке дырку сделала И что ты попробовала? Ты дырявая кошелка Вот что ты попробовала? Да что ты дожила? А тебе, а тебе 16 лет А ты вся дырявая Я хочу все попробовать, ну и все А где же эта вся поэтика, где эта красота? Короче, мы с вами, мы с вами счастливые люди Счастливые люди, что на нас эта волна не накрыла За это только надо быть благодарным Это СССР, что, так сказать, все-таки реклама Не реклама, вернее, цензура Она реально, так сказать, это была Хотя и на духовном Но кому было духовно доступно, так сказать Человек, так сказать, свой путь все равно находил Но сейчас тоже, слава Богу Времена доступны То, что раньше было, конечно, тоже В духовном плане Я, когда пришел к вере В 79-м году В 82-м году В 84-м За веру еще сажали В 82-м, 84-м За веру еще сажали В 82-м, 84-м А вспомните отца Дмитрия Дудкова В 80-й год показали по телевизору Что я, да, признаюсь там Что какой-то там это Работал против Советского Союза Так сказать, это распространяет там Какие-то это, священника показали Какой 80-й год перед Олимпиадой И что, нормально? Конечно, ненормально Но вот в такое время мы пережили И сейчас этого, слава Богу, нет Вот, поэтому С духовной радостью Окрыленные, вдохновленные Вот, убеленные Вот, переходим на траву Вот На бесплатное очищение Души и тела Подкрепляем свою душу Постом и молитвой Свою душу подставляем Подставляем под духовное солнышко Чем больше проекции солнца на тело Тем больше вырабатывается витамин D Чем больше влияние молитвы на душу Тем больше вырабатывается Витамин бессмертия Вот, всем друг друга пощаем Дай телу твоему Дай телу твоему Посиль его Все остальное Обрати на мутырь человека И помните И помните Медицинский совет Помните Медицинский совет Ну, насколько это Если работа позволяет Пингвин Пингвин Это в прошлом чайка Но ел после шести Поэтому Если работа Ну, это как бы понятно Но все равно Все равно Значит, рабочие люди Старайтесь Старайтесь Рабочие люди Старайтесь плотным Плотным Сделать завтрак Вплоть до того Что на завтах Есть первый На завтах Есть первый Чтобы у вас Меньше было аппетита К обеду И чтобы совсем Не было аппетита На ужин Поэтому ешьте Все В любом количестве Но в первой Половине дня Это практический совет Потому что С утра неохота В обед перекусили А к ужину Напал что? Жил Жил Откуда знаете? Я думал Что только я знаю А вы тоже знаете Да? Поэтому Надо поменять местами Надо время Поменять местами Стоит только Один раз Отказаться от ужина Отказаться от ужина Тут же у тебя Будет аппетит На завтрак Наешься на завтраке В обед Чуть-чуть поменьше Ну на ужин Можно что-то догнать Вот Но не будет уже Такого Такой необходимости Поэтому Будьте в этом плане Тоже внимательны Потому что Лукавый Тоже так Крутит 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 А нам лишние Килограммы не нужны Потому что мы должны Сейчас поклоны Как мячики Чик-чик 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 Кто не может Поклон Земной Значит делаем поясной Знаете что такое Поясной поклон Знаете да А кто не может поясной Значит половина поясного Ну а кто не может вообще Тот Головный Вот Но это тоже будет считаться Поклон Потому что Если остеохондроз Вот позвоночник не гнется Если человек все-таки Пытается что-то сделать За одну только попытку За одну только попытку Какого-то телесного подвига Господь тоже так создает Духовное утешение И силы И поддержку Поэтому Уникальное время Уникальное время Время Духовного лечения Время Когда что-то может Доброе созреть И что-то мы можем Доброе для Господа Для души сделать Ну и конечно Конечно Не надо замыкаться На самих себе Надо это время Еще думать Что я могу сделать Общественно полезного Для семьи Для соседей Для сотрудников Для родней Кому-то книжечку подложили Кому-то вообще сказали Что сейчас время поста Что такое пост Ну и пошло там Слово за стол Зацепились И таким образом Вы что-то рассказываете О вере О сверке Кстати сейчас Какие-то В прошлые годы Были опросы Были опросы Что россияне Россияне Соблюдают пост Даже те Которые в церкви Не ходят Ну они как-то Какой-то общий Такой тренд Есть Вот даже в думе Даже в думе Было такое Не знаю как сейчас Было постное меню В думе Постное меню Вот Ну они что-то там думают Видите Постное меню Надумали Для кого? Для нас пенсионеров Постное меню Ну мы уже Регламент свой Выработали Сейчас отец Богочинный Отец Алексей Будет ругаться Время уже Пять минут Даже начинать С твою службу Все подняли Все подняли руки Вот так Подняли руки Подняли руки И меня перекрестили И благословили Нам просто Спасибо Спасибо Всем всего хорошего Помощи Божьей И Божьей И Божьей И Божьей И Божьей Поблагодарим Достойно Неслякова Истину Ложи Прекрала Благородницу Весна Благородная Непрени Борусную И Маме Бога Наши Бог Честнейшим И Славничью Без сравнения С С С С Без Истинья Бога С Божьей И С С С Благородницу С С И И И И И И Господи Божьей Господи Божьей Господи Божьей Делюсь секретом Мне пришла СМС А вы Где Здесь сегодня Вечером По крови А утром По крови И мне пишут Но это уже Слишком А я отвечаю А у меня там тоже Детки У меня там тоже Детки Правильно я сказал? Нет? Правильно Сегодня с вами С вами Спасибо Спасибо Спасибо